Поехали что ли? Я там вчера, на прошлом стриме точнее, забилдил парочку персонажей. Официальная компания Шторм Зефирки. Ох, рекомендуется для одного игрока. Да-да-да. Официальная компания Шторм Зефирки. Пати-то уже собрано. Ну, друзья, друг, у меня есть какие-то плохие новости. Я думаю, что это невероятно удивительно, несмотря на другие плохие чудеса. Но, в любом случае... Деда создал, да, дед в пати. Ах, рада встрече, дружище. У меня плохие новости. Думаю, это неудивительно, учитывая остальное несчастье, приключившееся за последние несколько дней. Но, тем не менее... Декларация пассажиров бодительного каким-то образом лишилась, видимо, нескольких страниц. Тебе нужно заполнить декларацию еще раз за себя и за Сашку. Хорошо. Приводить там бла-бла-бла. Заполняй декларацию, иди в триум. Тут в Шторме Зефира фишка в том, что... На любое действие можно выбрать любого персонажа. Из главных отличий. Будь то сбор лута, или разговор, или еще что-то вроде того. Поэтому у меня вроде как бы... Планировалось изначально перекрыть все навыки, но в результате некоторых событий перекрыть все навыки не вышло. Хе-хе-хе. Итак, у нас есть мейн-персонаж. Читланин по имени Атрикс, возможно, вы его знаете. У нас есть Кахай. У нас есть... Модератор. Проводник. И у нас есть дед. Хе-хе-хе. Дедку колдун. Осталось только что-то написать, да? Хотя... Это, по-моему, вообще нигде не отображается. А еще... Писать, по-моему, сложно. Так что... Ничего не буду писать. Не, она не лучник. Как ни странно. Она амбидекстер. Проводник. Для кунов. Значит так... Значит... Так и... Дед. Дедку колдун. Какая наша пати? Шторм Зефира начинается с четвертого левела. С половиной. Ну... Собственно, вкратце о билдах. Значит, мейн персонаж у нас... Мастер оружия. В общем-то, он, скорее всего, мастером оружия и закончит. Ничего невероятного. Воин мастер оружия на сдачу Берсерк. Немножко запугивания. Немножко насмешки. Ну и там определение заклинаний и немножко акробатики. Тут сразу... Что там сразу? Сразу фокус на какой-нибудь фальшивом. Of course. Где он там у нас? А, он там у меня уже выбран. Точно. Он там уже есть. Тут сразу перки мастера оружия. Увертливость. Если ты, по сути, воин... Да-да-да. Здравствуй, Нобелив. Оружие двуручное. Стартовая перки могу чудо. Рассечение. Фокус на оружии фальшивом. Дальше просто перки мастера оружия. Соответственно. Ничего невероятного. Мастер оружия такой билд, который как бы... Безвариативный практически. Потому что очень много перков нужно брать. На все случаи жизни. Не только. Всякие мобильности, увертливости. Вот это вот все. Ладно, хоть клиф можно взять вначале. Главное слабость. Никакущая воля. А значит такие мейн-контроли, оглушения, прочее, прочее. Вот это вот все, короче. Так, атака сходу. И на шестом уровне оставшиеся два фита. Вроде круговой атаки и боевого опыта. На седьмом уже мастер оружия. Значит второй. Здарова, Зидат. Ночью билдостроение не закончили. Было что ли? Так почему закончили? Вот же видишь, тут готовы уже билды, в общем-то. Второй. Помню, что изначально у меня билды были рейнджер, клирик, варлок и куколдун. Но все немножко изменилось. Профа, который раскрывается на двадцатом уровне. Почему на двадцатом? На тринадцатом. Ну, как бы уже по сути на одиннадцатом работает. Там x3 криты из фальши, она уже пойдет. Что ты взял, что на двадцатом? Там уже сразу есть клифф. Так, второй билд, собственно, Кахай. Барт, ну это РДД, который берсерк РДД. Через Барда. Барт, воин. Он у нас тут за дипломатию отвечает, главный по дипломатии. За знания. Магическим устройством главный. Белкрафт, обман. Немножко торгует заодно. Да, и песенки поет. Но тут чуть попроще с фитами. Тоже можно сразу клифф брать. Как-то из навыков там дамский угодник. Но это для разговоров способный ученик. В курс песенка. Ну и удача героев на старте была взята. Взять все нужные перки. Тебе как раз понадобится двадцатая. Уклонение мобильности и все, что после них. Ты вообще делал когда-нибудь мастера оружия? Ты эксперт по игре? Ты в курсе, что мастер оружия на шестом уровне начинается? И за воина на шестом уровне берешь все перки на мастера оружия и еще и клифф сверху. С шестого уже качаешься к мастеру оружия. Все хотят быть дпсерами. Никто не хочет быть. Никто не хочет быть саппортом. Поэтому придется деду побыть саппортом. Тут, наверное, даже... Но тут знание только от до шести кредса качать. Дальше знание уже можно забить. Есть у нас колдун для знания. Тут даже немножко можно оценку вперед вывести. Чтобы поторговаться в начале. Ты же самый только что упоминал. Так, я же говорю, что они просто до шестого уровня все берутся. Все. Так, ну тут клифф. Самое полезное, что можно взять в начале. И, собственно, вармейс. Ахай прям очень хотел быть специалистом по... Боевой палец. По-моему, вармейс это двуручная как раз таки пушка. Тут просто есть боевой молот. Но это как раз таки вроде одноручный. А вармейс вроде бы двуручный молот. Иммун криту? Типа как нет. Нет такого крита. Ну, нет такого фита. Только сник атаки подобный фит имеет, чтобы пробивать иммун. Молоток. Ни разу не играл с молотком. Вот, посмотрим. Да, я хотел клирика, но антрекс говорит, давай делай какого-нибудь убиватора. Итого у нас хилеров вообще нет. Никто у нас хилять не может. У нас даже лечение ни у кого не прокачано. Настолько все плохо, да? Да боже. Будем монетками воскрешаться. Я хочу быть дамагером. Я хочу быть дамагером. Все хотят быть дамагером. Вы поняли. Так. Значит, оценку. Как бы оценку подмаксить вначале. Дипломатию. Знания. Магические устройства пока можно. Вот обман еще. Помаксить. Спелкратс ладно, акробатика ладно, потом докачается. Ну, пожалуй, так пока. У меня звезда это молот. Ну, это вроде одноручная. Одноручная молотилка, да. В общем, КХ у нас по обману и по дипломатии. Антрекс у нас по запугиванию. Ну, КХ там заодно еще по магическим устройствам. Дальше наш дедку-колдун. Хе-хе-хе. О, дед. Деда присумонил. Связаться союз эльфов. Просим отпустить Гриди и Фелицию, как несовершеннолетних эльфов, которым всего 60-19 лет соответственно. Ведь на человеческий манер им всего 9-3 года. Хе-хе-хе. Утишотой лоль. Хе-хе. Гриди такой молодой, а уже дед. Хе-хе-хе. А лоля нам нужна. Только никому не говорите. Так вот. Дед Гриди, ветеран, воевал. Каппа. Фокус на концентрации. Сделаем из него куколдуна Кэндл Кипа. Возможно даже крафтера. С абузерской обилкой. Да. В общем там у нас будет мастер по алхимии, мастер по знанию, по доспехам, по оружию. По концентрации, по спелкрафту. И, собственно, почему-то еще, видимо, немножко акробатики. Чуть-чуть совсем. Да. Как-то так. Так, Хес как-то угадал с моим мировоззрением и богом. Тут так, ё-моё. Не первый раз. Хе-хе-хе. Не первый день. Куда делась сирения? Я помню, раньше постоянно на твоих стримах было. Да не была она раньше постоянно. Ты что-то путаешь. Она была там на паре стримов. Иногда заходила, иногда не заходила. Всё. Нет больше её. Забудьте. Так вот. Что мне может быть полезно. Но опознание точно не будет полезно. Всё вроде самое классное уже взял. Такая шляпа. Ну даже не знаю. У нас... Можно, по идее, было бы масло взять. Но у нас все милишники. Как говорится, в кого ни плюнь, в милишника и упадёшь. Прям хоть клинки огня. Бафой. Причём, кстати, этот баф неплохо идёт на рейнджера. Там два оружия. Вот. Три часа он ещё почти твой. Хе-хе-хе-хе. Кстати, да. Вот. Рейнджер на два клинка шикарно зайдёт. Тише. Один в один почти. Увеличить гуманоидом. Меньшить гуманоида. Ну, их есть. О! Лидер нашего сквада пришёл. Здравствуй, друг. Я тут деда как раз делаю. Доделывая. Ах. Ну, можно и... Какой же куколдун без призыва? Чисто, чтобы было просто. Здравствуй, кондзер. Так. Ну, там дальше опять акробатика, алхимия, знания, изготовление, изготовление. Он нам изготовит всё, как только мы достанем что-то подходящее. Как только мифрил найдём. Наш мистер куколдунец всё доделает. Так, а тут мы... Чё, фокус на спалкрафте. Там у меня... Ломать, алхимия. А-а-а... На концентрации. Да, вот определение. Определение заклинаний. На пятом уровне берём усиленное заклинание. На шестом кандалки поберём. Ну, для нашей пати, конечно же, вообще и узора клинка, на самом деле, неплохо. Ну, нам нужен стук, чтобы что-то открывать. У нас никто не умеет во взлом. Ну, и баксунут элемент героев по тактическому бою. Не, ещё не читал. Надо будет посмотреть. Как только так сразу. Здравствуй, Алекс. Тут много всего нужного, на самом деле. В первую очередь, это бычая сила, of course. Слишком много у нас милишников. Бычая сила и открывание замков, пожалуй. Так, и что там? Немножко интеллекта. Будем тактикульно месить. Новый Bugfinder. Понимаю. Понимаю. Болдорус Гейт и Невервинтера в одной вселенной проходят. Да, вроде как. В Балдури же Амну поминается. А тут есть теневые воры Амна. Вроде всё Dungeon Dragons. Поправьте меня, эксперты, если я не прав. Но это всё одно и то же. Ну, это всё одно и то же. Ну, вообще, так как у нас Full Play-то вначале нет, то неплохо было бы всех ещё кошачьей грацией бахнуть. Накачать 7 силой ловкости. Или узора клинка. Да, там так-то... Полное ошеломление. На самом деле, реально недооцененный спелл. Очень хороший баф. Класс сложности 16 паули, это почти всех милищников вырубает. Ну, конечно же, не хватит. В курс не хватит. Придётся выбирать что-то одно. Филс Бэдман. Конечно, куколдун, но... Чисто, короче, забаффал и стоишь в стороне смотришь. Хе-хе-хе-хе. Ещё один милишник. Три милишника и куколдон. Чё-то напоминает, да? Ну, тут заклятый враг нежить, а удача героев тоже на стартовые навыки. Вечное дитя. Видишь, тут даже перк соответствующий. Забаффал умер без обрав защиты от стрел. Ну, ты где-нибудь подальше будешь стоять. Хе-хе-хе. Да потом станешь настоящим кандалкипом со шквалами там и всей этой глиной. Ещё... Поломанным... Поломанным перком. Тут нам нужно будет выживание. Короче, тот, кто будет выводить по лесам. Тихо-тих господ, чтобы они не потерялись. Хватит нету или ты решил полностью взять на себя роль оператора? Да я и так везде. Я тут как-то не впихиваюсь, видишь. Без меня. А учитывая то, что мы с тобой как две капли воды, возглавишь поход за меня. Здравствуй, Драмус. Ну, тут как бы лучник, двуручник. Но там статы я уже подкидал под двуручника. Так что... Да. Плюс клинки и огня там на два меча вот это вот всё. От гриди. Жаль всего на два раунда. Так. Ну, всё. Тут, в общем-то, тоже навыки все одни и те же. То, что нужно для путешествия по карте. В целом даже спорить нечем. Ну, так видишь. Мы вчера вроде уже пришли к этому выводу. Хе-хе-хе. А, так, чё. Надо будет динозавра взять на третьем. Поначалу просто фокус на каких-то коротких мечах. Динозавр-то у нас не скоро появится. Вот так вот. 18-18. Сразу добираем ловкость, которая не влезла. Динозавр немножко откладывается. Динозавр будет на девятом. Полноценный большой динозавр. А поначалу будет медведь. Здравствуй, Фелиция. Хе-хе-хе. Которого даже пару не назвать, но чё поделать. Ладно. Да, вот и лоля из пати. Все. Наш пати готово. Самый умный у нас Куколдун. Самый любитель потрещать у нас Кахай. Серый фильтр убрать. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Главный проводник у нас Лоля. С медведем. Ну а лидер у нас немножко сморг. А ладно, не совсем сморг. Так. У нас самый-то сморг получился 10, 21, 14. А, да. С Лоля самый сморг. Хе-хе-хе. С медведем. Хе-хе-хе. 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 Так уж вышло. Опа. Хе-хе. Хе-хе. Присесть на пасашок, да, сразу. Хе-хе. Хе-хе. Здравствуй, Пипега. Тарова. Ну тут, как бы, Куколдунские страшные с пылы надо, да? Как раз три бычьих силы. Вот ровно. И четыре вот этих самых магических щита и все. Больше и кастовать нечего. Хе-хе-хе. Ладно, можно Волчика еще призвать, который 6 секунд поживет. Ну, можно кислотные брызги еще покидать. Или подсветкой поработать. Ну, что-нибудь такое. Даже поошеломлять. Блин, а еще нужно сразу палку-бафалку достать. У нас ничего. В общем-то, только... Только песенка. Ну, тут целый один спел есть. Кстати, тоже клинки огня. Да. Иногда бафнуть и... Малыша вызвать. Малыша вызвать. А интеллект еще в 5 раз меньше. Так. Ну, вот как-то так. Охраняемся. Еще я палку достану. Работает ли она в шторме зефира? Вопрос. Помните, как она вытаскивает. Охраняемся. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 когда her second mate took the ship's wheel and cried out that it would not turn home. The captain herself tried vainly to right the error, but the storm threw her aside, knocking her unconscious. He didn't take a mask yet. A minuscule of terror and the fiend occult, and the shout of a leak came from below decks. It seemed certain that the vigilance had been sabotaged. Its rudder broke. Субтитры делал DimaTorzok Это была основная компания на Вервинтра Которую я прошел вчера Ну, поехали Как говорится Слава богам, Кеннебор еще не прибрал вас к себе Команда не смогла вовремя доставить вас в спасательную шлюпку Вы были на корме, когда корабль развалился Все, кто были с вами, погибли А вам повезло выжить Наверное, это... Я какой-то из богов приглядывал за вами Что за существо вон там, рядом с вами? Что ж, боюсь, это есть наша делегация встречающих Дружелюбно выглядят, да? Хватит шуточек, идиот Они забрали капитана и первого помощника Оферить за нами И мы следующий Спокойно, подруга Мы не знаем, что происходит Они забрали капитана, да Но, возможно, они хотят о чем-то договориться с нами И тут что-то хочет сказать Гриди И что-то хочет сказать Кахай Они не нападают, думаешь, они ждут чего-то от нас Не знаю точно, эту загадку нам еще предстоит разгадать Но, к счастью, у Джедарма Валатампа всегда есть план Я здесь самый искушенный в таких делах Попробуй договориться с ними Возможно, удастся получить пленников Пока я буду с ними болтать Поищите в обломках какое-нибудь оружие Кто-то хочет ставить свои пять копеек филиция А можно здесь найти выгодную позицию для обороны Мудрая мысль Я не учился у Красного Рыцаря Но, думаю, Красный Рыцарь Если мы начнем сражение с Батири А с Батири здесь То мы сможем удерживать их при помощи заклинаний Стрелкового оружия на холме позади нас Кто-нибудь хочет туда сходить? А у остальных есть какое-нибудь оружие? Дипломатия, нет? У меня! У меня есть мой верный длинный меч Я бы хотел оставить его при себе А тут наш лидер хочет запугать Дай-ка вы сюда Я смогу лучше с ней ему управиться А, хорошо Но будь с ней поласковее Слышишь меня? И верни, когда все закончится Пойду-ка поищу что-нибудь для себя Хантрик запугал Тема со слитками И час геймплея Ты миллиардер? У меня есть простой короткий лук и стрел Я бы хотел оставить их себе Там полно обломков Из них можно что-нибудь соорудить Так, Кахай может Кахай может дипломатично договориться, да? Мы опытные искатели приключений Будет лучше, если ты отдашь нам лук И не станешь вмешиваться в бой Слушай, поверите на слово Попробуй соорудить Прощу из обломков на пляже Возможно мы сможем соорудить Какие-нибудь вещи из обломков Да, точно А нужно знать что-нибудь еще? Не знаю, дружище Перевязочные материалы, боеприпасы Прежде всего оружие Все, что может пригодиться Если батери нападут Окей Так и сделаем Я предупрежу тебя Если эти существа решат напасть Но надеюсь этого не произойдет Да, да Смерть это плохо Вот Там как бы тонко намекают На то, что вот было бы классно Если бы у нас был жрец какой-нибудь Который бы воскрешался Вот было бы здорово Вот было бы хорошо Но жреца у нас нет Никто не хочет быть жрецом Все хотят ходить в лицо Так, все А ты у нас Гриди начинает заниматься тем Собственно У него получается лучше всего Каппан Ну, наверное Магический доспех лучше Да, вот бы сейчас Мистического тюрга сюда Наверное, даже на медведя Или на себя На медведя Так, и Бицуху Так, подожди Че у нас там у кого? Че у кого? Длинный меч отжал Так, какая-то вот стрела отжал Ладно Лицей пока отдадим У нее больше всех агилы А больше у нас пока нихрена нет Так, гриди продолжай Так, гриди продолжай Самый, с самой большой бицухой Надо ему сразу дать поведение Собирать шмотки Чтоб был где-то всегда неподалеку Какайджиш Так, взломать замок Взлом нет-нет-нет Собирание вещей В принципе В пилиции бицуха не меньше Чем ОКХ Тоже можно подбирать Так, а гриди надо запретить Режим убойного колдовства А то он там всех ушатает А потом будет пытаться воскресить По старой памяти Тут лучше вручную А еще Отключить атаки В ближнем бою Чтобы не бегал никуда Вот так вот Ну у тебя там Целый призыв волка Еще есть с ошеломлением Если что Все серьезно Так, надо успеть До того, как там Что-то начнется Что-то успеть полутать Так, земля усеяна Обломками корабля Вы замечаете В куче обломков Ядовища Которые могут оказаться С полезными Я тебя Вон Сразу павер-атаку Врубить Поиск Поковыряться в куче В поисках более полезных вещей Филиция-то шарит Замечаете Щип под кучей Большая часть Засыпана песком Вы берете его Еще выживание Приверите обломки В гробое копье Сейчас достать из кучи Что дает Так, ага Палку достать Надо быстрее Этому сейчас Начнется Тяжелый щит Так, это тебе Пика точеная Видимо, кахая Держи, кахая Пику точеную Так, и что там еще Дубинка Корабельная доска Это типа Просто дубина, да? Вообще-то можно себе взять А гриди Вон, как раз таки Лук отдадим Че Он любит постоять Где-то в стороне Посмотреть Стоит, постреляет Так, ну Мы, по крайней мере Что-то уже Впакованы Входил в качалку Я думаю Подходит ли тебе Подходит тебе шкаф Размером с шварценеггера Столоны Вместе взятых И не спрашивал ли тебя Как Пройти босса В рандом рпг Нет, не спрашивал Обычно у нас были Другие разговоры В качалке Так Че еще можно успеть Полутать Передать команду Сразу атаковать Ближайшего Добрый вечер Так Обломки 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 Ага Изготовление оружия Так, подожди Подожди А, там уже Там уже Собственно Началось, да Держите ваши пенсны Бомжи напали Пока я пытался Там что-то найти Криты 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 Сейчас и шкафы Не играют в рпг Играют, конечно Возможно Сработает более Простой диалект Общего наречия Он там пошел Дальше договариваться Мне нужно успеть Долутать Так, пилиция Обнаружение Что-то поискать Короткий меч нашли Еще обнаружение Волшебный свиток Шикарно Кстати, короткий меч Короткий меч Нужно еще Свиток фаербола Все, можно гриди Отдать свиток фаербола И Поехали Кстати, у тебя уже есть Да, ведь Первый навык Дуал вилда Амбидекстера Да, есть Ну все, можно По крайней мере дать Дубинку И Коротыша Модификатор атаки Плюс 9, плюс 10 А что Шикарно Кстати Так много Непонятно Так, вот гриди В свиток фаербола Отдать Я надеюсь Он его не влюбит Никуда Что там еще Нашли Тяжелый щит Кстати Да, вот Пока ничего Дворучного нет О, кстати А ведь есть И доспех Даже есть На вот На вот Топор Это похуже Будет, да? Да, вот так О, поехали Это Кахаю Наверное Даже Так И доспех Наверное Даже Ему Остак И Че там еще Осталось Пикотаченая Осталась Ну вот Как будто У меня уже И отряд Впакован Уже не бомжи Чувствую Че удалилась Запись И ты про билды Про Невер Второе девичество Говоришь Не успел дослушать Блин Там Эхо-мрази Же какое-то Время всего лишь Хранится Оно там Не бесконечно И вот видимо Ты просто не успел Там вроде две недели Оно хранится Пусты Алхимия Так А у нас ведь есть Мастер-алхимик У нас гриди Дед у нас по алхимии Шарит Вы выдавляете сок Островую Маленькую бутылку Похоже Этот сок Можно использовать Для исцеления ран Мастер-алхимик Так Так Бомжи опять нападают Алярам Там За счет Клива и бафов Конечно А убивают Гриди Ага Так Кто-то Динозавра Позвал Гриди Немножко Покусали Хорошо Я вооружу Ваше недовольство Более понятными Способами Подтай дурялся А так Ага 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 А они все никак не успокоятся Да Мы хотим Ура Тукмак Огр Уха Тукмак 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 В любой непонятной ситуации Подрубай Клив Так Кавалерия пришла О это было весьма воодушевляюще Что-то в стиле страха Перед грядущей судьбой Похоже мы наконец привлекли внимание Более Благодушно настроенных местных жителей Стоять Моя элитная стража Самаргола Вы арестованы Или нет Запугать Дипломатия Так Ахай давай Может быть сначала обсудим это Вы высадились здесь без разрешения Возможно вы являетесь шпионами ЮНТ Да ладно Это нелепо Наш корабль потерял крушение на берегу И батири утащили 4 команды Какую угрозу можем представлять Друзья пожалуйста Вы были вынуждены высадиться здесь вследствие трагедии Многие храбрецы сложили сегодня свои головы Сегодня послали поговорить А меня послали поговорить с Саней Она известный торговец И Неплохая история Вы могли услышать это имя У вас нет доказательств Что вы с ней знакомы Кахай давай Даже если он Даже если он услышал имя случайно Значит он путешествовал С какими-то важными шишками Следовательно арестовав нас Вы можете разлить Кое-кого из обличенных власти Кем бы он не был знаком Это к делу не относится Все выжившие на этом берегу Обвиняются в незаконном проникновении В государство Самара В остальное государство А гордого не брало И заключается под арест Каждый день так с минус кораблем Высаживается Да Приплыл и высадился в тюрьму Приплыл и высадился в тюрьму Романтика Даже Кахай не спас С его дипломатией Тогда по приказу Верховного Фантазма Вы арестованы Вас Припроводят в нашу столицу Самаргол Где состоится суд Если ты и правда думаешь Что это Сосани ждет тебя Сосани, блин Чужак-то она может найти тебя в тюрьме Священник Оживи павших Смерть ни для кого не станет спасением Блин, даже умереть нельзя По крайней мере до того Как будет проведен надлежащий допрос Бери все, что нужно у мертвых И пусть ничто не ускользнет От твоего взгляда Подождите вы это самое Дайте хоть долутаться Так, изготовление оружия Изготовление оружия Лечение У нас гриди вроде бы умеют Возготовление оружия Но ему не предлагают Почему-то Потрогать Странно Вы мастерите самодельную Прощу из кусков паруса И собирайте камни на пляже Чтобы использовать их для стрельбы Не допускают гриди Не, ну я типа Тоже умею здесь В зефире Как раз таки Дали возможность Это делать Ресать Вот только у нас клирика нет Теперь Когда у нас был клирик У нас некого было Ресать Теперь Клирика нет А резать можно Вот так вот мы и не можем Найти друг друга Да, лечение Сделать хорошую повязку Из парусов Выделайте хорошую повязку Оторвать кусок паруса Что-то там еще достал Третье повязку Из кучи Шикарно Аптечки понаходили Обломки Так, знания Ну тут как бы Попробовать разобраться Что это за бутылка Вы замечаете Что среди обычных бутылок Валяются несколько лечебных снадобий Останки корабля Разбросаны по земле В грудах хлам А вы замечаете некоторые вещи Которые могут оказаться полезными Достать бутылку Даже не нужно посмотреть Может быть еще что-то есть Вы обнаруживаете короткий меч Почти полностью засыпанный песком О, шикарно Кстати, второй короткий меч Сосани, да Сосани Может быть еще что-то есть Еще один короткий меч Ну, шикарно, кстати Два коротыша Все А там фокус на два коротыша Плюс 8, плюс 8 Еще повозка Караван какой-то можно делать Так, ну тут гриди Что там Попытаться изготовить Лечебное изделие Хилок, смотри-ка, наделал Правда, ему же больше всех хилки нужны Блин, тут даже присесть нельзя Да Было бы еще две руки Можно было бы косплеить Генерала Гривуса Ну, увы Так Гриди, давай еще бутылку Карно Не зря алхимию качал Вообще все навыки По сути используются Все навыки используются А лечения нет Время рангеров Девятку Невера Чтобы получить скрытную атаку И потерять возможность Ориентироваться в лесу Да То, ради чего я брал А еще этого Динозавра потерять У которого жопа водит Больше, чем вон У нашего лидера Верховного Аэродинамичного Что-то досталось Что еще на пляже Полутать Кажись все А, нет Смотри-ка Еще пуст остался Так, Гриди Иди там По это самое Нам нужна бутылка Гриди Гора все-таки не дроид С чего вообще Гора быть дроидом И все, можно идти Можно идти садиться в тюрьму Дело сделано Можно и присесть Можешь нормально идти Чужеземный пес Спотнись или упади в дороге По дороге в Самаргол И ты пожалеешь Что мы не оставили вас На растерзание батери Ладно, ладно Эх, надейте Что вам удастся найти Кого-нибудь Кто сможет за вас заступиться Чужаки Иначе вы сгниете Вперем от Самаргола Вперед Вперед Прибыл на службу, капитан Вольно Что ты сдал папа Зади тебя Ну, мы осмотрели побережье И нашли там обломки Корабля И несколько враждебных туземцев Нам удалось усмирить туземцев И вернуться с этими Пленниками Можем либо Нае В смысле обмануть Давай-ка, хай, обманывай Вам лучше отпустить нас Мы здесь с дипломатической миссией Огромной важности Мне об этом ничего не известно Хотя должен сказать Что лгать офицера Самарханской элитной гвардии Это тяжкое преступление Однако Эй Вы там Я тебя знаю Говори Ах, да Добрый человек Я вижу, моя слава Дошла я сюда Я писатель Джедам Болотам Я отправился в путешествие Чтобы увидеть Сасани Известную благодаря своей торговле Запугивание от верховного лидера Вы же не хотите навредить Друзьям Некого важного лица Не так ли? Это может быть опасно Вообще-то я показывал Не на тебя Чужестранец Хотя и правда Узнаю тебя По портрету В одной из твоих книг Ты выглядел Помоложе Да куда еще Там моложе Господин Луэр Это вы, да? Вы работаете На госпожу Сасани? Да? Именно так, капитан Этот человек Волод Тоже под моей ответственностью Что, извините? Ну, разумеется Мы приносим извинения За неправомощный арест Этих людей Госпожа Сасани Но откуда вы узнали, что Вы хотите оскорбить меня предположением Что я обладаю Меньшими магическими способностями Чем те, на кого вы работаете? Ваши начальники Несомненно узнают об этом Что вы, госпожа Стража Немедленно отпустите Господина Луэру На попечение Госпожи Сасани Что, он трогит? Пес я и так молодой Ну, ты Видишь, тебя рисовали Помоложе немножко Скоро опять вернешься В филактерию Вопрос Кто первый отвалится, кстати Да? Хороший вопрос ведь Так, кто у нас может что подтвердить? Кахай Думаю, мне нравится эта женщина Сэр, а что с остальным сбродом? Что будем делать с ними? Они вполне могут оказаться шпионами Или ганусными ЮАНТи Лучше убить их на всякий случай Ты шо наркоман? Какие ЮАНТи? Ты ЮАНТи вообще видел? Запугивание от верховного лидера Госпожа, вытащите нас отсюда Или клянусь, я буду преследовать вас И вы пожалеете, что не сделали этого Просто очаровательно Полагаю, что с такими тактичными С таким тактичным Что таким тактичным Самое место под арестом Тем не менее, ты можешь мне пригодиться Капитан, отпустите этих пленников Или вы хотите потом отчитываться Перед верховным фантазмом о том Что вы мешали уважаемым городским торговцам Заниматься делами А, нет, моя госпожа Мы отдаем их в ваше распоряжение Но да помогут вам боги Если они натворят здесь беды Кахай Госпожа, ваша доброта Превосходит все, что нам Рассказывал Вола Я у вас в долгу Мне некогда заниматься ерундой У меня много дел Но твоя благодарность услышана А теперь мне пора заниматься делами С моими компаньонами Тем временем я предлагаю тебе отдохнуть В трюке лейера местной таверни Приходи ко мне, когда хорошенько отдохнешь Луэра, Вола, вы будете сопровождать меня В торговый дом Мы должны обсудить крушение бдительного А также другие важные вопросы Приговоры прошли успешно, я считаю Тут ведь все еще присесть нельзя Вроде вообще присесть можно только в таверне Качаемся, потом выпиливаем всех Надо только немножко потерпеть А то они что-то как-то опасно выглядят Сидите стражники А что у нас там по лаву лапу? Все пропало Что пропало? Так много, так много Жизни, сны, магия Так, гриди Знания, чьи жизни? Лейры? Не она, недалеко Но дальше Они привезли меня сюда Они хотели меня слушать Но все же У меня до сих пор есть силы До сих пор Претение год назад больше Время, круги на воде Я почти не вижу Я как флаг на ветру Рябь Неужели вы не видите? Я была волшебницей Я видела все это Что видела? Конец! Все заклинания Холодная вода на горячей сковородке Плюх, пшик Прыгают ошпаренные Потерянные Скоро все будет таким И что же нужно делать? Гриди с такими, наверное, нормально общаются А? Ага, конечно Ничего не кончено Так было начертано Достучитесь ли вы до тех Кто создает наши жизни и мечты? Расскажете им? Нет Вы можете? Они создают Каждое ваше слово Значит, мы просто сдадимся Знаю ли я? Нет Если бы я могла забыть О, Лера Если бы это был сон Если бы я только могла проснуться Но я не сплю И мне больше Никогда не уснуть Я лишь сижу здесь и говорю Точно Окружи себя друзьями Знай, что ведет тебя Если Лежит ли Твоя судьба В землях Покореженных войной Что заставило Дрожать плетение Думаю, да Кажется, я вижу Вижу И в порядке вообще Похоже, женщина впала в транс Она вас уже не слышит Не договорился, Гриди Стенкой Такой классный страж торговца Не работаем с такими отбросами, как ты Говорит он, Гриди Так, что-то еще есть Станки для работы А тут, наверное, можно что-то закрафтить В Шторм Музефире вы можете изменить облик и свойства ваших персонажей Создавая для них различные предметы Рецепты для создания предметов записаны в книге рецептов Которые находятся в вашем инвентаре В ходе игры вы сможете найти или купить разнообразные рецепты Как только он у вас оказался Он автоматически попадает в соответствующую книгу рецептов Вы можете изучить список Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Создание предметов может заниматься любой член вашего отряда Обладающий соответствующими способностями Когда вы будете готовы к созданию предмета Подойдите к нужному рабочему столу И щелкните по рецепту предмета, который хотите создать После этого все необходимые ингредиенты будут израсходованы А в вашем инвентаре появится созданный вами предмет Вот в оригинальном мы компанию это все перенесли на самом деле Рабочие столы можно найти по всему миру В их число входят рабочие столы алхимика, мага, кузнеца Короче, тут Гриди у нас будет что-то делать О, может быть даже сразу что-то сделает Рецепт клейкой сумки Ростовой щит, тяжелый стальной щит, латный доспех А фуллплейт-то и нет Бутылка магического зелья Все рецепты сразу же в книгу записываются Да, ты тут останешься Ростовой щит, верстак кузнеца, руда Изготовление доспехов 3, стоимость 15 золота Ага Только еще шекели нужны Не помню, это ведь не латный доспех, который фуллплейт Или фуллплейт это как раз таки латный доспех Ну-ка Любой, значит, да? Как оно там? Сейчас пробуем что-нибудь создать Вы можете создать предмет, если у вас есть рецепт, необходимые компоненты Вы находитесь рядом с этим рабочим столом Так, а книжки можно сразу, наверное, Гриди отдать А, нет, они от мейн-персонажа никуда уже не деваются А У вас недостаточно золота Понимаю Это лата на 8 ветермора? Ну, то, что мне нужно Денег только нет Одно торговать Крафт вроде бы выглядит удобно На первый взгляд Так, окей Что-то еще интересного есть Дом Ваукин Пойдем туда Крафт торговца Церковь Ваукин Да, по сравнению с тем, что было в оригинале Тут, конечно Святой Отец Пусть этот день принесет вам удачу, путник Что бы вы хотели спросить сегодня у Ваукин? Вы умеете воскрешать? А, да, тут можно трупы воскрешать Лирик-то у нас нет Так, можно что-то купить Кужина и сапоги Можно просто приодеть, да? То есть он базовые предметы продает Которые ничего не делают О, кстати, и оружие продает А у нас денег там вообще нет Монетки, что ли, начать продавать Так, стрелы отдайте гриде Надо посмотреть, кому шмотки продавать 45 голды, может кому-то можно подороже Толкнуть Где такой UI надо, бать? Так этот Дивайн Гуи, по-моему, он называется 45, значит, 180 за монетку Да, и у тебя можно купить А у тебя фальш, он не продается случайно Короткие мечи у меня уже есть Мне дубина бы двуручная Нужна Понимаю, вот эта боевая палец, да? 50 голды стоит Целых 50 голды, а у меня их даже нет Монета жизни 600 Химический огонь, камень грома Клейкая сумка Швятая вода Так, хорошо То есть мы можем Какими-то пушками Разжиться У меня прям стойкое ощущение Что тут отдыхать можно только в таверне И нам вот бы Классно было Барда завести, да? С Регеном в таком ключе Заказчица убийств Квесси Приветствую вас, странники Ваше оружие должно означать Что вы хотите торговать со мной По-моему, ты немножко бесчувственная Тебе не кажется? Бесчувственная Вам не жарко? Пожалуй, такой наряд был бы уместен Среди прохладных ветров залива Но в знойных джунглях Чул там мудро одеваются Не мудро одеваются Так А, что? Что ты здесь делаешь? Подожди, я не вижу у тебя тут никого склада Ты что-то покупаешь только? Приноси мне свои боевые трофеи Я заплачу тебе звонкими монетами Я принимаю Нашей пати Заплатите Звонкой монетой Я принимаю части Тех существ Которых обитатели Самараха боятся Даже находясь за стенами городов Нам Ташаларам Они доверяют лишь тогда Когда речь идет о вине или охоте Я пошла туда сама Но сначала нужно излечить рану На моей ноге И вот Пока я отдыхаю Меня наняли следить за тем Кого и как убивают охотники За наградами Чтобы убедиться Что все законно Вокруг киш-мякиш От разных существа Есть ли среди них те Которых Они особенно боятся Жители Самараха Боятся всех этих зверек Но порой кажется Что они Что некоторые пугают их сильнее Чем другие Я дам тебе знать Если за что-то предложат Плату больше обычной Можно контракты Как ведьмаки брать Да? Есть новое задание Похоже Чудовищно огромные павуки Заполонили дикие земли Этой страны Охотник Если тебе удастся сократить Я заплачу тебе Как истинно Благодарный житель Самараха Покажи мне Что можешь продать Есть ли какие-то трофеи Ага Тут можно вскидывать Значит да Все По чем По чем там Монетки ты берешь Ох ты ше ежик Подожди А тебе можно вообще продавать Она что тут За фул стоимость Покупает все Практически Слышал как Трое молодых Ребят с улицы Под пиво Обсуждали Что-то знакомое Оказалось Геймплей БГ3 Что вы думаете По поводу всех этих элитидов Конечно же Добрый вечер Добрый вечер Фриан Дед Я думаю Что это очень сильно Будет похоже На диван второй Очень сильно Мне кажется Ну да Она не покупает Она берет за полную стоимость Но простые вещи Не покупает Только трофеи Они конечно Пытаются Пытаются сделать Тут напоминаю еще Балдрюс Гейти Но выйдет все равно Скорее всего Очень 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 близко К дивану Кажется Вы здесь впервые Оценка Но все напрасно Он ушел И ранил Квеси в ногу Теперь же Она занимается Плодами земли А я Жду А на кого-то Охочется больше всего Если честно То я охочусь на всех зверей Но обитателей джунглей Знаю лучше всего Ах Использовать бы сейчас Эти знания Может присоединишься к нам Мне нельзя Моя сестра Иншула Твоя сестра Сама о себе позаботится Возможно Сам святой Савраз Прислал к тебе Этих людей Разложи карты И ты поймешь Что это правда А? Дипломатия Наш корабль потерпел крушение Если бы не оно Мы вообще бы не попали В Сомаргол Разве это не доказательство Того что наша встреча Предопределена самой судьбой Возможно ты говоришь правду Но нельзя же мне оставить Здесь свою сестру без гроша Я помогу тебе за 300 бакс Не могу просить меньше Даже ради всевидящего Ну таких денег у меня пока нет Да благословит тебя всевидящий Возможно мы еще встретимся И знаете какой нюанс У меня пати из 4 человек Хотелось бы пати Чуть больше Чтобы одного Знаете спутника взять И скормить его Кому Кому скормить Короче Базарный торговец Так ты не торгуешь Торговец Иримидар Разумный выбор Путешественник Не следует обращать внимание На всякую мишуру Не имеющую отношение к делу Или ведь нужно то Что действительно будет работать Не правда ли Ну давай Показывай Самый высокий Новок оценки Так и почем тут 80 О кстати Можно по монетке Мерить да За сколько покупать будет Тут покупают Прямо в разы дороже Чем этот мужик В храме Эту тварь Решил не уничтожать Я еще даже не видел ее Я еще даже пока Не представляю О чем ты говоришь Вот и латный доспех Который стоит 2000 А мне нужно Две штуки таких Прямо сразу Либо 750 шекелей Стражника за 13000 Ну кстати Крутая штука То есть здесь Для рейнджера Только сюжетных спутников Так я о том и говорю Что мне бы Вот одного кикнуть Взять сюжетного И скормить А для этого Нужно лидерство Я так понимаю Взять В этом и есть Нюанс Я вроде бы Скормить могу А взять в пати Не могу никого Дядя у тебя Фальши он есть Да У тебя есть все Что мне нужно Короче Оружие будем покупать У него Вот видимо Самые выгодные Из всех Наборный длинный лук Стрела С слабым ядом Флейта Что за флейта Тукбард Камень тревоги Ак да Там же Лагерь Можно И Майя И Майя Так ладно Если что Продаем тебе Ты тут по 400 Покупаешь Ничего не предлагаешь Как говорит этот город Если мне Суждено быть здесь То я здесь и буду Можно временно Оставлять в ростере таверны Нет Я имею ввиду А можно ли Из мейн спутников Ну которых ты Изначально создавал То есть Типа Оставить одного из Мейн спутников В гриде оставить Взять сюжетного А пойти его скормить Вот так вот Можно ли провернуть Да Только на камень Нужно полторы тысячи Чтобы присесть Итак Продолжай Что это за существо Может сделать для тебя Ты присоединишься Ко мне Ты исцелишь меня Я не оптавый Поэтому С тобой Благословение Творца Чулта Его рука ведет тебя По великому лабиринту жизни Короче Он еще хилит Нет Вот это и грустно У меня там перков Свободных вообще нет Для лидера У нас лидер Мастер оружия Там душня полная По перкам Нет ни одного Свободного На лидерство Хотя Хотя Посмотрим Итак Ты присоединишься Ко мне Присоединиться Весьма необычное Предложение Но я чувствую Что повелитель динозавров Не возражает против этого Позволь мне поговорить С Юшаем И узнать его мнение На счет С динозавром С своим поговорить Рагранграф Грхаш Грхаш Сгранграф Гра Решено Я иду с тобой Это большая честь для меня Нет Это для нас большая честь Несомненно Судьба привела нас сюда Именно за этим Можете расслабиться Сначала мне нужно Разобраться с одним делом Юшай, друг мой Не стоит ждать меня Беги в джунгли И наслаждайся охотой Я скоро присоединюсь к тебе Благодарю тебя, друг мой До скорой встречи Ну, а это типа Если рейнджер выбираешь То он может читать реплики Заменяешь спутника Скармливая жертву Возвращаешь на место старого Ну вот А, кстати, он присоединяется В оверкап Готов помочь тебе Он присоединяется В оверкап То есть можно его Спокойно пойти скормить А кто ты вообще такой? Типа дроид, да? Он прям пятым Присоединяется Использую только добрый дроид Слушай, а этот самый Доп сверху спутника То есть шесть И без них один Ну вот да-да, я уже Я уже вижу Что без света можно взять А если ты покинешь отряд Ты куда уйдешь? Вернусь в таверну А ты в таверне хилять-то Будешь меня? Или мне пока лучше Тебя не трогать? А кто меня лечит Будет? Так-так Похоже, ты не из этих мест Птенчик, видать, недавно В Самарахе Как думаешь, Артиук Моя прелесть? Вы должны извинить его Он всегда немного ревнует Когда я уделяю внимание другим Итак, птенчик Что заставило тебя залететь В мой магазин? Что-то понравилось? А где там КХ у нас с оценкой? Я в 1Е Так меня здесь называют Этот соблазительный нефритовый тигр Вон там Артиук, мой телохранитель Я прославленная торговка У меня большие связи Мой воровушек Ко мне многим Ко многим кошелькам У мамы у меня есть доступ Чем вы здесь занимаетесь? А, всяко-разно Продаю, покупаю Всякие безделушки собираю И, кстати, мне нужен помощник Чтобы его озолотить Взамен же Кое-что Кое-что просить хочу Задача необычная Оно и не ужасная Поверь мне, пташка И что ты хочешь предложить мне? Так и есть Тебе не послышалось Мой птенчик Вещами, которыми Которыми пользуюсь я Ты тоже можешь пользоваться За деньги Ведь так Допустим Ах, увы Некому за тебя Слово замолвить Мой птенчик Придется отдохнуть Здесь пока Кто-нибудь не освободит Тебя Чтобы ты мог летать Не волнуясь ни о чем Когда это случится Мой птенчик Короче Когда я тут Со всеми делами разберусь Можно будет с ней поговорить Насчет работы Так А почем ты Ой, как дешево О, адамантиновый шлем Не, не нужен Зато, кстати, у него Латный доспех Дешевле, чем там Можно за 1600 Вон купить Fullplate Защита Укрепления Уэс Мага Уэс Силы О, для гриди Идеальная штука Вид сила Угра Ага, ага Но это мне не нужно По идее Бафы есть Хотя Бафы тут, конечно С учетом того Что нужно Как-то очень Душно присаживаться И даже Пушки Плюс один Сразу есть Это правда Как Fullplate А почему Фальшивом Кстати, у него У нее Дешевле Покупать Чему остальных Тот там Мужик там За 50 Продавал Этот За 20 Продавать Там Короче Покупать Здесь Амулет Здоровья Плюс 2 Но Кстати Ни у кого Пока Я не вижу Пока что Мефриловых Слитков Там Каких-нибудь Так Ладно Собой Если понятно У тебя Потом Работу Взять Что еще Осталось Вола И Сосани И все Вроде как По квесту Поговорить Выше Они денег Подадите Там На снаряжение Да Сосани Я протестую Информацию Этой чужестранки А что Забываешься На сен Мастер Вола Был послан Сюда Моим Кем-то Там И Остальные Выжившие Решили почтить На своем присутствии Матамудро С их стороны Вола Мы все Обсудим Потом Мы будем Дорогать Это позже Насирин Пожалуйста Пожалуйста Позвольте Волшую Тону Когда вы Отвечаете Следующий Луаре Да Моя леди Да Леди Сосани Нет проблем Вольна Я посмотрю Твой Че Твой Кораблекрушений Позже Да Моя Госпожа Да Госпожа Сосани Как Пожелаете Конечно Госпожа Сосани Я В вашем Распоряжении Сосани Весь Мир Твоим Ногам Сосани Короче Госпожа И каблуки Приветствую Воспутники Меня зовут Сосани Я хозяйка Торгового дома Корабль На котором Вы путешествовали Был нанят Мной Печально Известный Бодительный Наверняка Вы Наверное Поняли Что стражи Не пустят Вас Из города Не то Чтобы Они были Против Того Чтобы Вас Разорвали На части Дикие Звери В общем То Они И сами Могут Это Сделать Они Бы Уже Это Сделали А не Будь Под Моей Защитой Так Кахай Давай Так Что же нам следует Предпринять Чтобы Получить Вашу Защиту Вы Подходите К делу С умом Это Хорошо Возможно Наша Встреча Для всех Будет Еще Полезнее Чем Я предполагала Вначале Товет Самараха Позволяет Мне Защитить Вас Только Если Вы Работаете Под Моим Началом В противном Случае Стражи Убьют Вас При Любом Удачном Неудачном Течении Обстоятельств К счастью У меня Есть Работа Для Вас Я Надеюсь Вам Хватит Ума Не Отказываться От Моего Предложения Души Какай Я Могу Помочь Но Боюсь У меня Нет Соответствующей Экипировки Если Вы Дали Немного Золота Чтобы Помочь Экипировка Я Был Б Очень Вам Благодарен Верная Мысль Вы Предугадали Следующий Шаг Моем Плани Полагает Означает Вашу Готовность Заключить Договор Есть Пара Задач Для Упаления Которых Мне Понадобится Может Потребоваться Ваша Помощь Обе Они Связаны С Возвращением К О том корабле Везли Ценные Грузы Нужные Мне Здесь Очень Не Хочется Потерять Сти Грузы Если Вы Вернетесь И заберете Необходимые Вещи Из Обломков Корабля Я Буду Вам Безмерно Благодарна Оценка Так Кахай Вряд ли Грузы Будут Долго Будут Оставаться Сохранности В тех Условиях В которых Они Находятся Сейчас Наверняка Баттери Уже Начали Разграбление Обломков Корабля Но Мы Что Нибудь Попробуем Придумать Что Нибудь Еще Кораблекрушение Уверена Оно Бы Не Было Случайным Однако У меня Доказательств Подтверждающих Мои Догадки Возьмите Этот Отсчет Обследуйте Территорию Кораблекрушения И Задокументируйте Все Что Обнаружите Для Власти Это Будет Простым Анализом С Целью Подсчета Страхового Возмещения А для меня Возможете Получить Ответы На Многие Вопросы Возьмите Это Кольцо Будет Служить Подтверждением Того Что Вы Работаете На Меня А Этого Золота Должно Хватить Чтобы Как следует Снарядиться Перед тем Как Вы Покинете Город Когда Доберетесь До места Катастрофы Постарайтесь Найти Кого Нибудь Из Выживших Но Будьте Настороже Беда Никогда Не Сосани Поручила Вам Забрать Ее Груз Это Начало Вашего Знакомства С Торговой Системой В Котором Из Зефира Вы Можете Быть Не Только Искателем Приключений Но И Торговцем В данный Момент Вы Можете Собирать Самарах Орудой Другие Редкие Ресурсы Для Сосани Найденные Материалы Можно Продавать Или Перерабатывать Сделать Из Какие Цену Вес Вашего Груза Измеряется В Единиц Сосани Сам Дело С Средствами Достаточными Для Перевозки 10 Единиц Груза Чтобы Посмотреть Ваш Текущий Груз Откройте Экран Инвентаря Теповому А И По Молчанию Затем Щелкните По Кнопке Фургон По Ходу Игры Вы Найдите Другие Ресурсы А Также Откройте Для Себя Новый Аспект Торговой Системы О Боже А Билды У нас Мастер Оружия Яростный Берсерк РДД Кукол Дон Кэндл Кипа И Рейнджер Чистый Дуальщик Готово Понимаю Аддон Отсылка Арканума Там Тоже Зефир Дирижабль Да Нет Никакой Отсылки Что Вам нужно Кто вы такой Я не привык Представляться Неотесанным Путешественником Меня зовут Насерин И это все Что я могу вам сказать Ай хрен С тобой Сколько у нас денег Две Тысячи шекелей Понимаю Так Кахай Вперед Нам нужно Купить Для начала Снаряжение Кстати да Что там Говорила о помощнике Ах птичка хочет помочь Какая радость Давай-ка поглядим Есть одно животное Балак яростный Ужасный вепрь Обладающий невиданной силой Он опустошает Опустошает он поля Добрых фермеров Да скотину Их до смерти Истязает Словно проклятие на них За любовь К спокойной жизни За голову И за голову И он назначена награда А в бивнях его заключенная сила На черном рынке Тебе награду За него не дадут А мне заплатят Я знаю Деньги я тебе передам И за бивни В которых сила Сама заплачу Но остерегайся гнева Балалака Птенчик мой Он с тобой Конетелиться не будет Кабана придушить Ну ладно Ладно Итак Нам кахай Нужна дубина Вармейс Обычная для начала Это можно продать Только не тебе Значит дубина Значит Нашему другу Антриксу Нужна Нужна Фальшон Так вот Гриди Ну Гриди 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 Ничего ему не нужно Он так чисто Посмотреть Так А тут два коротких Меча уже есть В принципе И фулл плейт Наверное кому-нибудь Купить Оружие есть Какое-то снаряжение Приобрести Так Гриди выкусил Опа Ну денег равно Остается на один Фулл плейт Какой-то Так Еще шестьсот Ну прекрасно Если еще Семьсот пятьдесят Будет Если еще Накопится Немножко денег Семьсот пятьдесят Можно будет По идее Через крафт Сделать что-ли Плейт еще один Для кха Еще плейт Закрафтить Так Вот тебе Длинный меч Вот тебе Тяжелый щит Блин Монетку что-ли Ему продать Семьсот пятьдесят Нужно на фулл плейт Вроде как Если я могу его сделать Конечно А птички-то мне Как будто не нужны Мне их все равно Никто использовать не может Кажись И у кого ж лечение Это не прокачано Ладно Можно пока продать Монетку наверное Все-таки одну Закрыть глаза И продать монетку Так Ну куда я Пробуем сделать Фулл плейт Как там По рецептам Это вообще Какая-то автоатакерская Пати Нужно просто найти Какую-то возможность Регенерировать Вот Барт был бы Да Неплох Реально Барт с регенерацией Хотя бы на единичку Так Подожди Где там станки для работы Где там новый дом Гриди Ну-ка Как там это все Книга Рецептов Доспехов Недостаточное количество Товаров Руда Все вроде бы сходится Но руды нужно Подожди Две же руды Вроде две руды и было Или нет Я почему-то думал Что я там руду подбирал Не подбирал Ладно Понял Еще нужно найти руду И тогда уже сделать Еще один фулл плейт А пока Пока пойдем так С одним плейтом На команду Я так понимаю Чтобы присесть Нужно все-таки зайти Нужно все-таки зайти Зачилить в таверну Да И резнуть гриди С пылы Или они Так зарисались Тига не зарисались Гриди выкусил Без пылов Что ты на клаве Ты на клаве Не делает ничего Трактирщица Приветствую вас Прихожане Лейра Светель Вы выглядите Измученными Приходите И пусть Благословение Госпожи Иллюзии Восстановит Ваши силы Да спасибо Вот вы и вернулись Посвежевшие Лейра даровала вам Благодать отдыха Иллюзии смерти Разве это не прекрасно? Разве богиня Лейра не мертва? Ай Вот что некоторые говорят Ну разве ее Личины не иллюзии А месяц иллюзия Не остается ли она сама? Разве это не дает ей возможность Сделать вид Будь то ее нет Возможно Но вдруг кто-то забрал ее образы Присвоил себе то За что она отвечала А если ей лейра не была Лейрой Вот был Вот был кем-то другим А теперь стал лейрой Одни лишь вопросы любезные Мы никогда не узнаем правды Вы должны довольствоваться иллюзией Ладно Все хватит Я понял Я тебя понял Ну да С пылы в гриде Реснулись Их конечно мало Но они реснулись Поехали Путешествие дивное За родой, шекелями Женщинами и прочим Вы в первый раз Вкрыли всемирную карту С ее помощью Вы можете путешествовать По миру игры Штормов Зефир Прис Так исследовать его И заниматься поиском приключений Скорость вашего движения На всемирной карте Зависит от типа местности По которой вы идете Например по дороге Вы будете двигаться быстрее Чем по болоту На карте событий Вы будете встречать Враждебных, нейтральных Или особых существ Отмеченных красными, желтыми И синими кругами Соответственно Враждебные существа Будут пытаться обнаружить вас Когда вы находитесь рядом с ними Если им это удастся То они нападут на вас Вы можете использовать свои умения Чтобы избежать обнаружения Или же убежать от врагов Они не будут долго гнаться за вами У всех врагов Есть уровень противника Или УП Это число указывает на то Насколько сложным будет бой Например Если УП равен 4 То это неплохое испытание Для отряда Состоящего из персонажей Четвертого уровня Бои с противниками Которые превосходят вас По уровню Могут быть очень сложными Однако за них Вы получите больше опыта Понимаю Только один из ваших персонажей Лидер отряда Отображается на всемирной карте Когда ваш отряд Путешествует по карте Лидер использует несколько из своих умений Незаметность или тихое передвижение Для того чтобы избежать Случайных встреч с противником При этом используется умение С наибольшим значением Слух или обнаружение Используется для обнаружения противника Если лидер отряда Успешно проходит проверку Обнаружения или слуха То может обнаруживать противника До того как ваш отряд Приблизится к нему Если же проверка прошла неудачно То противник будет замечен поздно И у вашего отряда Будет меньше времени Для того чтобы уклониться от боя Или бежать При проверке используется умение С наибольшим значением Поиск используется для обнаружения спрятанных объектов, которые можно исследовать Если у лидера отряда высокое значение этого умения, то ваш отряд будет часто находить опасные места, где можно взять ценную добычу Выживание используется для увеличения скорости движения по пересеченной местности Если у лидера отряда низкое значение этого параметра, отряд будет двигаться медленно под джунглем и болотом Выживание не может увеличить скорость отряда так, чтобы она была больше скорости движения по дороге И как бы внезапно выживание, поиск, слух, обнаружение, незаметность и скрытное передвижение Это все есть у рейнджера У нашего проводника Кроме того, во время случайных встреч с противником Вы можете использовать свои умения, связанные с общением Если уровень ваших умений достаточно высок, то при выборе пункта переговора в меню появится новая вариант действий Обман позволяет застать врагов врасплох и тем самым на время снизить их защиту Время действия и общий эффект Определяется разницей между уровнями умений вашего персонажа и противника, которые используются при проверке Это у нас КАХАЙ умеет Запугивание необходимо для того, чтобы вселить страх в душу врагов При этом они испытывают потрясение, ужас Время действия и общий эффект Определяется разницей между уровнем умений вашего персонажа и бла-бла-бла Кто-то подготовился, как будто, да? Как будто кто-то подготовился Вот же совпадение Дипломатия пригодится в переговорах с врагами Это умение может и снизить размер подкупа Возможно, при перемещении по карте вам понадобятся другие умения Пусть это останется для вас приятным сюрпризом Обратите внимание на то, что это и другие подсказки находятся в вашем дневнике Ну все Давайте в лице Поехали Так, а вот что у нас тут? Как у нас тут? Что по отдыху? Напомните ко мне Вам еще где-то и остальные, конечно, навыки используются Но кабан А-то тот самый кабан, кстати, да? Меню игрока Этот день показывается А отдых Разбить лагерь, подождать 8 часов Подождать до темноты Здоровье и закрепление не восстанавливаются В принципе, вроде как можно и просто отдыхать Возможность вступить в контакт скелеты Типа мы их палим Вот карт только никак не подвигать Гриди И по что скелетов призвал? Мы только из города вышли Бестолковые скелеты бегут на вас с оружием наготове Ну, с ними не договориться Тут бафы не так классно Потому что бафы-то будут спадать каждый раз, насколько я помню А вот то, что у нас автоатаки россия Короче, знаете, примерно как в финалке сражения Ты натыкаешься на отряд врага и поехали Чисто раз на раз Вот бы еще автоатака не отрубалась По сути, забавы тут только нужны, когда По этим самым будем ходить Получено немножко шекелей Когда будем ходить По каким-то большим картам И пик вне города оставить надо Ха-ха-ха Поэтому, кстати, автоатакеры-то здесь хороши О, мы еще и лавлап сразу получили Прекрасно Э-э-э-э Еще пипеги напали Я не успел переключиться на лидера А тут уже опять бегут Вот из минусов то, что нужно песню каждый раз подрубать Какой-то вроде и так Так сразу петь начал Так По 150 Да, немного аж Говори немного Так, Антрикс, друг мой Пора еще учиться запугиванию Таун, тос, по крафту и в общем-то и все, да В этом левеле мы ничего не получаем Увы я А в следующем добираем то, что нужно Так, Кахай тоже воин Что там? Больше Больше оценки Больше обмана Ему нужно 8 знаний 8 дипломатии Крафт на 6 можно оставить Крабатику подкачать Так, подожди, подожди Тут главное не пролюбить У нас там фокус уже на вармайсе И нужен грейт-клиф потом для яростного берсеркта После RDD Хотя вот и специализация на дубинушке Тоже плюс 2 к дамагу Есть варианты Что взять? Ну блин, давай сразу под RDD В смысле под берса Грейт-клиф и мощную-мощную атаку Дальше можно в следующем уровне Уже идти в ученика красного дракона 4 уровня ученика получится Так, гриди Знания, доспехи Оружие Концентрация Спокрафт Ну тут усиленная Как бы и следующий уровень Уже кандалкип А вот здесь Здесь уже хороший вопрос А тут наверное все-таки улучшен доспех мага Ну слишком имба Бафаемся в доспехами мага улучшенными И поехали там локацию чистить Как бы еще фаербол есть Но как бы еще есть и Павучья кожа Правда все не влезет Жиж Это единственный источник Павучьей кожи В смысле естественной брони И великая волшебная Ну великая волшебная пока плюс один Даст не особо нужно Кулиный героизм тут короче И хаста тут И фаербол тут А у нас кандалкип с усиленным Вроде бы и кандалкип И фаербол бы неплохо взять Ну на фаербол не останется Ладно Там же вроде продавать Кто-то будет свитки На следующем уровне Тогда возьму великое оружие И каменную кожу И хасту А подожди Какого хрена У меня же есть свиток с фаерболом Зачем мне его брать Я же только что вспомнил Аж там фаербол нашел на побережье Свиток Просто с него выучу Точно И никто ведь не вспомнил Тогда берем Великий доспех мага И собственно хасту На случай важных переговоров Таким диким кабаном качалки Забудет про свитки А вот и нет В последний момент вспомнил Что он у меня есть Так А рангер А рангер у нас вроде как уже и Нет На шестом уровне только динозавр появится Все по 8 Нежить в заклятых врагах Ну второй заклятый враг Это Хороший вопрос Рептили конечно предлагают взять Элементария Эльфа Растения Пулуэльфы Тут надо исходить из нашей Из мыслей о том Кто самый неприятный Рептилии то плевать на них На них криты работают Может быть какие то Элементария или конструкты Я не помню на самом деле Кого больше Добрый вечер Мони Наверное даже элементария Все не наведят людей Да все конечно не наведят людей Но люди то хрен с ними Людям как говорится Крит лицо прописал И все А с нашей пати то С такими критами Скорее нужно хейтить тех По кому криты не проходят Как раз таки она получает Второй бонус против Второй бонус против андедов Кхай там пока напоет Уже файт закончится И Григина яривает С лука понежити Как будто Как будто подыгрывает Мне кажется он немножко Подыгрывает К пигам Очень полезная выстрела С лука понежити Блин так то кстати Реально шекелей Нормально так 136 Так можно и Качество кончилось Да вроде нет А что У меня что то отваливалось У меня даже потерь кадров нет Вроде бы нормально Должно все работать Кажись Переподключить на всякий случай Но вообще вроде бы Ничего не должно было Отваливаться Дисконнектного стрим Рефреш помог Странно Странно Но ладно Кстати а тут можно прям Убальди которые меня не видят Потому что у нас проводник Имба Так Надо кстати вот новые спелы взять Да Два Два новых спела Как это Мало Вот на самом деле Проще Две хосты взять Да ладно Это спецмага и хосту Хосту там прям на случай Крайне важных Милишных переговоров Хотя Давай две хосты Два раза нажать там И собственно Кого то Сдуть просто Ладно Малыши заметили В бой Второй левел Стрим кончился Да До коли Вспоминаю рандомные встречи с кобальдами В багфайндере Где криты там на все лицо Кстати а тут 19 брони да Тут 15 А тут 18 Тем не менее Почему то По лоле Это больше всех прилетает Неизвестно из-за чего И броня не самая слабая Надо кстати и броню точная Купить какую нибудь Которая там под ловкость Идеально ложится Но для начала Было бы неплохо Еще на один фулплейт Насобирать Какая Да и вот Гублины алхимики Да там хватало И стрелков Когда Восьмой левел Это у меня не палит Нифига Батеря восьмого левела Слушай а давай мы Может быть Устам кх немножко В переговорах Может их На этот самый Сантриц может их запугать Да Наш лидер Который немножко пугает Где мой медведь Куда он пропал Вот как раз таки Сейчас бы накинуть Да Сейчас бы хосту накинуть Хотя ее пока нет А надо бы Или фаербол Хотя чувствую мы и так справимся Наверное Только что-то с тянкой сделать Это и все Их тут всего трое было И они восьмого левела А рили И кстати еще меньше экспы Чем с В смысле меньше денег Чем со скелетов Лучше уж скелета фермить Чем этих мужиков Давай пробуем что ли отдых Костер развести А то хп-то не резиновая В принципе изи Отдыхом вроде бы проблем нет Так Это как раз таки То куда меня отправляли Бомжи И там с тропинкой По которой я недавно прошел Что патруль Че-то там А Кусты нашли Полагайте что путешественник Нырнул под куст От шайки троллей И спрятал под камнем Мешочек с драгоценными камнями Че-то я там нашел Гнолы шестого левела Пойдем и придушим И переговоры Запугать Хотя подожди А че тут Кхай может попробовать Налюбить еще Давай налюби-ка их Первом уровне ЖРПГ Блин вообще должно быть Побольше кстати Справедливости ради Че-то учитывая то что там восьмой левел Забафанная пати уже бежит Ха-хай Где ты там Беги уже в атаку Пора Сколько у нас там По пять Мая За что так тянку хитит Не, ну это не серьезно Подпеть-то экспы И кажись тут либо Воскрешалити Либо монетка Либо хил Да, хилата нет Я так понимаю С этими бомжами Лучше просто не связываться Скелетами нормально А с этими бомжами Которые Поба быстрее Люди-ящеры Войти в бухту Вот бы клирика Так, а вот на этой карте Уже можно Уже можно и забафаться Я тогда в палку Кто не запихался ПВД Нужно сейчас Костануть А потом Перебафаться Куда? Гриди Ты по штоппати Подставляешь Куколдун И хватит блин бегать Все стоят Никто никуда не идет Побежал Динозавра Агрить Ладно, так и быть На тебя Костя подождет Ну вот по идее И это все запомнить Это да Книжка добавилась Да? О, все Микарно Запомнено Поехали Труп Потыкать его палкой На теле моряка нет ран Но оно синего цвета И начало разлагаться Тем не менее С ним явно что-то не так Действительно Чем еще заняться На побережье? Потыкать труп палкой Вы получили Одну руду Кстати Еще одна руда И можно будет Можно будет Доспекс Крафтить О, Кахай пришел Как раз таки Кахай-то У меня тут Мастер переговоров С той самой двуручной Дубиной С той самой двуручной дубиной Хотя по идее Их так команда Запоминается Атаковать ближайшего Вот только Твои касты Конечно Давай ты все-таки Не будешь Кастовать По башке И в кусты Дамский угодник Мне интересно Почему они так Тянку фокусят У нее даже Не самая слабая Защита Я кстати Самая тощая жопа В пати Кахай Даже у Фели больше Ладно, ладно Есть еще гриди Но гриди Там так Чисто постоять Посмотреть Каменный пилон Так, подожди Огромный камень Весь покрытый Гоблинскими рудами Преграждают вход В пещеру На высоте Примерно плеча Батири В нем есть небольшая Выбоин Это единственный Намек на то Как именно гоблины Могли общаться С этим камнем Закрыто Майо Так, копье Еще руда Слушай А две руды Уже Две руды Это уже целый Фуллплей Как бы Да, мои жопки Дофели Тут я пасую Да Но гриди Ты обошел Да Скелетный Зад Гриди Не в счет Хотя Вон у Фериного Плюшевого Медведя Зад Еще меньше Чем у Гриди А это Ненадолго Это Как говорится Временно Бафы Еще не так долго Висят Как хотелось бы Броня Броня Вот вроде бы Висит Да Кажись броня Висит Не Не висит Нифига Броня Броня Быстро Спадает А вот это Хороший вопрос Кстати почему так Быстро Спадает Броня Там же По идее Час на уровень Как будто нужно бафаться Прямо перед самым Самым Пайтом Ставка на бафы Тут так себе Работает Сломанная Пополам Бесхозная Никому не нужно Оружие Лежит на песке Изготовление Оружия Внимательно изучить Копье Вы можете Сделать вывод Что кто-то Разрушил Древесину Возле хвата И в результате чего Оно переломилось И это было Не случайно Гриди шарит В оружии Да И в доспехах Тоже немножко Разбираются Доплачивать За бафы Будете Что-то Крайне недолго Висит Крайне недолго Присесть Нельзя Такой Пати Барт Конечно Хорош Когда присаживаться И перебафываться Нельзя А что-то Постоянно Должно Работать Такиллаж Этого корабля Разорван И свободно Свисает В некоторых местах Хотя И взглянуть Поближе Внимательно Осмотреть Такиллаж Эта веревка Была довольно На ветхой На момент Обрыва Однако На ней В отличие От остальных Видны Следы Надреза Кто-то Явно Хотел Чтобы Веревка Порвалась Гриди Это запомнит Скейл Времени Другой В отличие От моей Компании Да Вот Тоже Есть Такое Ощущение Че-то Как-то Слишком Быстро Они Спали Учитывая То Что Левел Так Как Б Пятый И По идее Пять Часов Должно Было Бы Еще Висеть Однако Я даже Не успел Пляж Добегать А уже Все Закончилось Ну Что Все Да Здесь На побережье Сосани Будет Довольно Нужно Найти Еще Одно Еще Одно Доказательство Еще Что-то Есть Наверное Как-то Можно В пещеру Проникнуть Что Мы Еще Можем Здесь Найти Ага Там Сочин Обратный Можно На Другую Сторон Пройти Я Просто Что-то Пропустил Чего Я Не Вижу Сосани Сосани Конечно Довольно Но Я Чего-то Не Вижу Здрасте Здрасте Так Там Она Вроде Нифига Не Ломается Или Там Была Функция Сломать Кроме Дверей Можно Проводить Сломать Ну Навались Да Хрен Там Не Ломается Она А Может Дубинкой Да Не Кто-то Что-то Еще Видит Эксперты Кто-то Что-то Видит Ну Хрен Знает Я Больше Ничего Не Вижу Пойдем Так Сдавать Квест Что Поделать Что-то С дверью Вроде Можно Сделать Мне Казалось Там Вроде Попозже Что-то Череп Оттери Как Будь То Хрен И Сейчас Откроешь Я Никакого Камня Не Находил Совершенно Случайно Человечес Человеческий Череп Ну Труп Я Потыкал С Навыком Вроде Никогда Воины Войны Бой Медведь По идее Поехали Поехали Давай Может На сморков Нападем Че там Вообще Тут да Пати Которая Просто С автоатакой Бежит Лучше всего Получается Баф Не напасешься Так Каждый Раз А вот Те Кто Просто Бегут И Сразу Сразу В лицо Нормальная Тема Че там По 5xp Да Мои Любимые 5xp Надо Бы На самом Деле Тут Немножко Скорости Добавить На что То Прям Чувствую Чувствую Как Надо Я 3x Я бы 3x Вот только Нужна какая-то кнопка Которая ни к чему, блин, не привязана В идеале Так, ну пойдем квест Дадим сразу В густой траве вы находите тело Мешок золотом А можно узнать сколько О, кстати, 3700, слушай Так это как бы на броню на целую Чем мне там нужно на две брони 3400, вообще-то можно Можно и зафермить парочку бомжей еще В лигу пойдем В Орех Может быть что-то Кабаны-убийцы Может быть что-то это самое Стоять Может быть что-то повеселее Капа Припью зомби По 8 опыта По 8 опыта И по нихрена Денег Понимаю Кузритель К тому же помнится мне Кхай говорил там Ни разу в этот самый Ускользнуть Кхай помнится Гаврил в лигу Больше не на А, подожди Не в лигу В Датан Тоже было Про Датан Капа Немножко попутал Капа Ни в лигу Блин Тут все кнопки попутались Скелет Давай Давай скелет На гриде переключаться Чтобы они сразу бежали Так-то конечно По фермин И мое управление Не особенно Но тогда гриде Ее мое Стреляй Скелетов он нормально Фермить Хотя тут не только Скелетов Мне кажется С рандомных мобов Почти одно и то же Может упасть Что скелетов Что с гоблинов Что с орков Про дом заигнорил А что там про дом Дом вроде 20 числа Только будет Если я не ошибаюсь Блин Опять не посмотрел Сколько там экспо Он 200 кстати Ну да Когда выходишь Экспо больше отваливает За сам файт Ничего не получаешь А когда уходишь Немножко дают Вообще время такого отдыха Можно просто брать И вот так вот Кахай только убегает По идее Кастанул сразу На всю пачку Хасту Все Стоишь Чилиш Пока они там С морков разбирают Я про 16 На ультра Найтмаре Так то с МП Не прошел Стрелы дай стрелять Кстати да Мне кажется Мне кажется я понял В чем падал Гриди Ну знаешь Со стрелами Да каждый может Кышку колдун Ты должен без стрел Ах да Я же призывные стрелы Выпилил Точняк Ну да Короче чем выше Чем выше отряд Тем больше экспо дается Когда уходишь Ну мы там И восьмой левел Спокойно разматываем Надо что-то пожирнее Короче искать И душить Вон например шестой А то че эти бомжи Вот гоблины Третьего левела Ко мне долюбились Ах А слышите Есть вон стрелы Хе-хе Тут рассказываешь В драгонаге Без стрел стреляют Ну тут тоже можно Без стрел стрелять Левел поднять Хотя бы В каком-то В каком-то посерьезнее Пятый Четвертый В восьмой Элементали О кстати А куда? Куда? Куда мужик пропал? Куда мужик Элементаль делся? Ладно Ладно Давай скелетов хоть что ли И вон кабаны 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 убийцы Ими даже в переговоры Нельзя вступить Стой Стой Верховный Главнокомандующий Во Все Поехали Надо как-то Знаете До автоматизма Довести Тут прям Варлок Вообще Шикарен Вот шикарен Вообще Варлок С его Хостой Просто Варлоком Сразу Хосту Нажимаешь И вся эта Пати Бежит Лицо Бить Даже возможно Лучше Ку колдуна Варлоку Только там Какой Седьмой Восьмой Левел Поднимаешь И все Тем более Что его хоста Кидается Независимо Там ни от чего На любое Расстояние На всю Пати Они там Побежали Нажал хосту Все Они там Всех Размотали Определение Законаний Сработало Какие-то руины Когда инквизиция Столько дел Столько дел Нет Для начала Бы Навервинтер Пройти А там Уже можешь Спрашивать Кхай Внимательно Осматривайте Руины И получайте Некоторую Способность Проникать В суть Вещей А просто Экспо Дается Да Ящик С полезными Свитками И мая Да И сплы Бесконечная Вот у меня Был классный Классная Идея Была Да Варлока Разрыть Могилу Вам Удаются Найти Какие-то Останки На костяном Пальце Сверкает Кольцо На котором Как ни странно Ни единого Пятнышка Кольцо Нашел Так Гриди Смотри Вот именно Для такого Формата Битв Варлок Прям Ух Хорош На сеги Мегадрайв Викингов От Близзардов Так Я уже Как бы Стримил На сеги Если что А тут Просто Бах Нажал На кнопку Они побежали Там Под хостой Деклассировали Пора По Теперь Собирать Копа Урки Дерутся С стражниками Гнолы Шестого Левела Есть Если на Пое Боя Да Хрен с ним С этим Полем Боя Бой Ни этих Переговоров Записи Есть Как это Было Давно Там Вроде Еще Музыка Была Какая Запись Я там Просто Рандомно Играл В Кито Игрушки Комикс Зона Там Еще Что Дюна Комикс Зона Это Вот Все Они Конечно И без Этого Справляются Да Меня Даже Там С Экспертов Успели Задушить За то Как Надо Играть Так Подожди Мне кажется Я Чуть Больше Еще Познал Зен Сейчас Мы Еще Больше Оптимизируем Процесс Так Вот Жаль Пропустил Так Эпик Ну Где Ты Был Где Ты Был Кто Ж Тебя Знает Блин Все Рано Придется Переделать Так Я Не Хотел Переделывать Но Придется У меня Там Отдых Наверное Стоит И Пересекается С Кнопкой А Можно На Т Вот Так Вот И Чтобы Еще Графон Не Уезжал Вот Все Спасибо Че там Пэкспида Маловато Открыта Новая Локация Так Вы Встречайте Шайку Ограф Поехали Одной Комбой Можешь Самый Простой Чар Да 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 Точно Еще Мортал Комбат Там Был Ну Там Наверное Да Хватит Стянку Так Больно Че Там По Шекелям 4 Блин Все-таки Надо Сходить За Броней Ладно Без Брони Душат Сдам Квест И Броню Прикуплю А там И Докачаться Уже Можно Так Пройти в Трюк Лейры Местную Церковь Гильдию Местленников Да На рынок Давай А тут же Можно Не заходя На рынок Да Прям Сразу Нет Нельзя Прям Сразу Он Может Сразу Изменю Карты Поторговать Подожди Еще Не Время В ферме Стражу Еще Ни Одного Левелапа Не Было Надо Еще Немножко Потерпеть Сфером Стражи А вот С тем Чтобы Закупиться Можно Уже Не Терпеть По идее Фуллплей То я И так Фуллплей То я И так Могу Сделать За счет Руды Которую Собрал И тут Как ни Странно Даже Фуллплей Плюс Один Будет Неплох Потому что В рандомных Битвах Ты же Не будешь Броню Каждый раз Перекастовывать Левел Набил Да Никакой Еще Не Набил Здорово Еще Пока Никакой Если В простом Путешествии Это Заменяется Магической Броней То вот На карте Попробуем Сделать Для начала Фуллплей Обычный Потом Денег Побольше Будет Уже Можно Подумать Так Где там Книжка Была Изготовление Брони Платный Доспех Ну Недостаточно Близко Да Что ж Ты будешь Делать Безничный Верстак Гориди Иди сюда Доспехи Открыть Блин Реально Удобно Нажимаешь И Фуллплей Готов Хахай Держи Красно Трипье Зомби Наград За голову А эту штуку Можно продать Как трофей Так Ну вот Шикарно Два Фуллплей То есть Еще Броню Какую Нибудь Для Рейнджера Надо Посмотреть Что Есть А то Рейнджер Учет Как-то Больнее Всего Так Тут До плюс Четырех От ловкости Бонус Да Может быть Даже Как раз Таки Какую Нибудь Волшебную Броню Трипять Ну да Трипять Это Чуть Поближе А у нее Вот так Трипять Ровно То самое Есть Какая Там Мифиловая Рубашка А тут На самом деле Лучше Получается Ничего И не Взять Трипять Оно И есть Трипять Четыре Это уже Кольчуга Ну вот Плащ Защиты Купить На отклонение Да Пожалуй Это да Хотя бы 19 Кого там еще 20 Тут 19 У лидера Еще Плащ Защиты Не пригодится 20 20 20 20 19 Ну вот Хотя бы Так Криди Выкусил 1600 Осталось И наверное Наручи Защиты Плюс Один Блин В обычной Ситуации Нафиг Не нужны Эти Плюс Один Плюс Два Дом Доспех Мага Плюс Шесть Добрый Вечер А здесь Как бы Как бы Да Окей 20 20 20 Ты не первый Умер Да Что есть То есть Дезаметность Плюс 5 Получается И пояс Силы И перчатки Сила Огра Тут могут Пригодиться Что может Пригодиться Шляпа Лавкача Кстати Кахаю Шляпу Шикарно Так Ну вот Теперь мы Хотя бы В базовой Комплектации По 20 Армора Там все дела Уже не так Грустно Подожди Кахаю У нас Главный По торговле Здорово Бог Шапку Мага Купи Дать Денег Нет Стрела Вон Гриди Отдайте Болты Шары Тоже Гриди Здесь Сирекины Нам Нахрен Не упали Мы там Еще Понаходили Гриди Волшебник 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 Две Две шапочки Есть Одна Кожаная А Другая Шляпа Паладина Одна Одна Так и быть Уболтал Чертяка Языка Языка Да Свышь Я на тебя Уже Деньги Потратил Понятно Что Он ничего Не делает Вот так Для Волшебник Вон Нашему Лидеру Купить Еще Шлем Паладина Но Тогда Вся Красота Теряется Здесь Вся Красота Теряется Шляпа Только УКХ Игриди Иквы Сдавать Еще И оружие Было бы Неплохо Кстати Дальше Плюс Один Прикупить В таком же Ключе Вот что Мне удалось Одно Оружить Среди Обломков Корабля О Прекрасно Благодарю Вас Думаю Все это Мы сможем Привести В порядок Если Найдете Мне что Нибудь Еще Отдайте Моему Управляющему Оси Как Подвигается Ваше Расследование Вам Далось Изучить Место Крушения Корабля Да Вот Достаточно Подробный Отчет Впечатляет Думаю Вас следует Наградить За столь Высокое Понимание Деталям А Слушай Ей понравилось Я как будто Даже Все Нашел 1800 Страшного Лидера Шевица Паладин Бесстрашный Лидер Который Всех Запугивает Между Прочем Однако Наша Работа Еще Не Закончена Дайте Мне Немного Времени Чтобы Познакомиться С Материалами Отчета И Мы Коротко Их Обсудим О Приветствую Друзья Госпожа Сосани Решила Даровать Вам Право Участвовать В нашем Торговом Предприятии Запугивание Лучше Бо За это Полагалась Награда Это Награда Существенно Больше Чем Та Которую Можно Заработать Будучи Простым Телохранителем Или Мальчиком В Бегушках Ну И Что Тебе Нужно Понимаете Госпожа Сосани Возглавляет Самую Успешную Торговую Компанию На Просторах Самараха Несмотря На Недавние Проблемы Забодительным Мы Планируем И дальше Продолжать В том же Духе То Что Вы Спасли Часть Груза Очень Вдохновило Однако Сделать Предстоит Еще Многое Очень Многое Какая Мне Тогда Польза Я могу Сказать Вам Как Следует Использовать Грузы С наибольшей Выгадай Наибольшей Для вас Она Потребовала Чтобы Вы Нашли Не Только Груз Но И Покупателей Для Него Руда Которой Она Занималась Очень Ценится Здесь Самарахи Так Кахай Ну Не Подожди Кахай Оцени Нам Следует Проверить Все Местная Таверна А также Прошерстить Всех Стречных Торговцев Что ж Вы Все Схватываете На лету Уже Занимались Подобными Символом Стоимости Однако Сами По себе Ценности Не Представляют Что же Мне С ними Делать Если Бо Этих Землях К чужакам Относились Более Терпимо Вы Могли Приобретать Другие Товары В разных Городах И продавать Их Получая Прибыль Однако Так Не Происходит И так Пока Вы Возвращаете Слитки Мне Я Плачу Занято Золотом Еще Соса Не Передала Мне Что Благодаря Вашим Существенным Успехам Она Заинтересована Вашей Безопасности Если У вас Есть Необходимые Навыки Рецепта Вы Можете Использоваться Ее Родой Для Изготовления Оружия И Доспехов А Ну И Где Мне Искать Эти Грузы От Сосани Бояться Йоанти Но При Этому Не Перепроверяют Женщину С С С С Сосани Ну Предполагаете Мистер Искать Остальные Грузы Сосани Спасенный Груз Вы Нашли Его У Батири Не Так Ли Я Вы Перекомендовал Навести Другие Племена В поисках Всего Остального Даже У Кочевых Банд Этих Маленьких Монстров Может Оказаться Что Нибудь Они Совершают Набеги Друг На Друга Они Реже Чем На Нас Ммм Ну Пакет Что У Тебя Там На Продаже Есть Рецепты Бонус Уселения Доспеха Бонус Уселения Оружия Громовое Оружие Инистое Пылающее Разъедающее Кстати Вот Ну Допустим Если Я Хочу Разъедающее Оружие Ну Дай Ко Мне Что Там Нужно Для Разъедающего Оружия Какая Нибудь Кислотная Стрела Малфа Как Быстро Я смогу Это Разъедающее Оружие Рабочий Стол Мага Изготовление Магического Оружия И доспехов Минимальная Рань Колдующего 6 Чары Можно наложить На любое Оружие В том числе Стрелковое И метательное Боеприпасы К стрелковому Оружию Перчаткам И обеспечиваем Бонус 1 до 6 Рунной Кислотой Нужен Всего Лишь Навык Изготовления Магического Оружия И доспехов Да Тут даже Спел По сути Не нужен То есть Они отвязали Спелы От требований Спелы Не нужны Нужен только Фит Изготовление И куколдун Просто 4к И 6 уровень Куколдуна С перком По сути Только перк Так Все Гриди Мы тебя Переквалифицируем Из Крафтера Вот только Когда сможет Стать Крафтером Я тебе На шестом Конечно Хотел Взять Спелкастинг Продиджи Но Видимо На шестом Ты возьмешь Изготовление Магического Оружия Как раз А на Девятом Изготовление Волшебных Предметов А потом Просто Все пушки Зачаровать И Слушай Тут довольно Изи Чаруется Сразу Зачаровать Оружие На стихии Два Меча Зачаровать На стихии Это уже Такая же Глина Получается Время Выходить В Тут еще Не время Ни в кого Выходить Тут все еще Воин Последний Уровень Дальше Запугивание Дальше Насмешка А и Все Ну и Тут Конечно же Добираем Последние Фиты Для Мастера Оружия Боевой Опыт Блин И Ураганная Атака Туповые Перки Конечно Все Дальше Пойдет Уже Хотя Поначалу Ураганная Атака Еще Туда Сюда Хотя Уже Две Атаки За Раунд Может Поначалу Ураганная Атака Еще Когда Одна Атака В раунд Ударить По Всем Вокруг Может Быть Даже Ничего Надо Хоть Попробовать Разве Не Один Фит Левел А Там Вчера Поэкспериментировали Это Такой Сломанный Фит Короче Как Щит Варлока Он Суть В том Что Он Короче Не Учитывает То Что Ты Престиж Класс Берешь Он Не Учитывает Престиж Класс Как Тот Класс 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 Короче Развиваться Дальше Как Кастер Типа Ты Берешь Престиж Класс Кастер 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 Продиджи И он Тебе Добавляет 4 уровня Кастающего Как Кастер 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 Красный Дракон Туда Красный Дракон Сюда Дальше Мы Уже Не Качаем Дальше Мы Уже Не Качаем Собственно Знание Что Ж Мы Качаем Могучий Крит Или Просто Побольше Дамага Мне Кажется Побольше Дамага Плюс 2 Крона Выглядит Интереснее Чем Оттверждение Крита Хотя Тут 2 Крона Надежнее Другой Фит Сейчас Б Рассказывать Про Ну Да Ну Да Я Про Этот Так Он Вроде Спелл Кастер Продиджи Называется Или Практикующий Ну Короче Ты Понял О чем Я Конечно Плюс 2 Курона Мне Нравится Больше Плюс 2 Курона Это Все Еще Плюс 2 Курона Какая У нас Самый Бронированный Да Но Все Еще С Маленькой Жопой Рангер Так Выживалите Наблюдательность Незаметность Поиск Слух Все Что Нужно О Да Вот Это Уже Вот Это Уже Поинтереснее Берем Сразу Динозавра Не Раздумывая Медведь Немножко Подрос Чуть Чуть Второй Фит Владения Двумя Мечами Че там Четыре Атаки За раунд Веселинные Головешки С бонус Левелом Вот Я О том же Страшная Жеглина Блин Перенос Динозавр Самой Большой Жопой Больше Жопы Даже Ни У Кого Нет Пока Что 75 ХП Так Ну И Вот Собственно Кэндл Кип А Можно Будет С этим Бледного Мастера Еще Гриди Взять Как Не Взять Гриди Бледного Мастера Ладно Он Не Дорастет До Бледного Хотя Кстати Что У нас Там Сразу Максимизированное Получаем Куколдовство Получаем Всем Спас Броскам Улучшенная Усиленная По сути Там Только Третий Левел И нужен Чтобы Улучшенная Усиленная Получить Ускоренная Ускоренная Уже Не Очень Нужно Улучшенная Максимизированная Улучшенная Ускоренная Ускоренная Ну да Слушай Тут Вообще Можно По Большому Счету Титана Да Тут По Большому Счету Только Нужен Фит На Улучшенное Усиленное Заклинание А дальше Уже Бледный Мастер Ну Потому Потому Что Ну Как Б Взять Улучшенная Усиленная И дальше Бледного Бахнуть А то Какой же Это Гриди Там Все остальные Это фиты Не такие Классные Колдовство Тайного Ученого Так Вот А у тебя Уже Шестой Левел Я уже Шестой Левел Да И Вот Как раз Таки Ну Я Вот Про Этот Короче Да Практикующий Спелкастер Глина Глиняная Конечно Но Я тебе Буду Как Истинного Ку Колдуна Использовать Как На Шестом Значит Доспехи На Девятом Предметы Вестима Она 12 Там Уже Практикующего Спелкастера И выйти в самую Глину Колдун Может плюс-минус Дальше задуматься А всякие Ускоренная Максимизированная Волшебникам Запоминать Слотов Не хватит Да Вот Я О том Жида То есть Там Дальше Как-то Не особенно Интересно Вот Улучшенная Усиленная Которая На Всего На Ранг Выше Это Да Сборка НВН2 С такими Шрифтами Или Руками Настраивал Недавно На тебя Подписался Может Ты Выкладывал Где Как Сделать Такую Сборку Да У меня Там Где-то Пак Было Я Выкладывал Но Там Проблема Как раз Таким Некоторых Людей Со Шрифтами Были Я Может Быть Даже Не Не Удалял Еще С Диска Гляну Ну Как Бы Я Вот Тебе Отправлю Можешь Скачать И попробовать Закинуть В Для Full HD 2К Разрешение А Ну Если Получаются Шрифты Если Не Full HD То Шрифты Могут Улететь Можешь Провать Скачать И По идее Это Просто Скачиваешь Распаковываешь В Мои документы Neverwinter И все Больше ничего делать не надо Если у тебя там Full HD То У тебя Все будет Как у меня Так А тут Тем временем Блин Все конечно Бафы Да Эти все Бафы Так они Резко Проседают На фоне Того Что Все Файты У нас Происходят Как же Хорош Клятый Чернокнижник В формате Зефира Просто Великолепен И как Куколдун Тут Куколдун Хорош Когда надо Какого-то Босса Размотать Или Что-то Такое Серьезное Провернуть Куколдун Конечно Да Никаких Вопросов Блин Надо Паучью Кожу Брать Все равно Куча Кожа Есть Фаербол Есть И героизм Наверное Даже Или Волшебное Оружие За каждые Четыре Ровня Колду Еще На восьмом Там Плюс Два Будет Может быть Даже Тут Неожиданно Замедление Взять С Одинка Атаки Да Не Бред Какой-то Можно Еще Конечно Острое Лезвие Блин Тут Столько Всего Там И доспехи Мага Покидать И Ускорение Покидать И Паучью Кожеву Покидать И Короче Гастов Не Хватит Так Вот Задумаешься О том Чтобы Длительный Спел Взять Усиленные Шуки А потом Опять Чил 2-3 Часа Да 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 Вот Сейчас На кабана Пойдем Какого-то Кабана Убийца Там Придется Расчехлить Все Что Есть На самом Деле Дисплейс Еще Крутая Тема Дисплейс Это Как Улучшенный Инвиз Только На Уровень Раньше Получает Эффект Ускорения Бонус Увертливости 1 класс Защиты 1 атак И дополнительную Атаку За раунд Продолжительность 1 раунд Классная Кстати Штука Для Кахая Чисто Сокрушительное Оружие Спелс Спешал Фу Кахай Не знаю Давай Великое Оружие Че Фаербол Там есть Пламенные Стрелы Со Спелл Кастер Продидж Они Там Довольно Глиняно Залетают Ну Давай Так Че там Слотов Добавилось Добавилось Конечно Ну Блин Все равно Кручхасты Там Еще Нет Можно Еще Один Каст Добавить В Динозавра Как раз Таки Силу Еще Один Доспех Мага В Динозавра Классная Книжка Спалов Гляди Огненные Клинки Это Первый Уровень Да Так Тут Вроде Тянка Была Которая Чет Покупала А Еще Мне Денег Дали Можно Купить Пушку Плюс Один Плюс Трик Сложность Из Полов За Один Фит Нет Он Сложность Не Добавляет Я Проверял Типа Например Вот Эти Стрелы Которые От Уровня Колдующего Зависит Они Не Три Стрелы Будут Вылетать А Четыре Стрелы Будут Вылетать Но Класс Сложность Не Поменяется Могло Быть Совсем Глиняно Если Класс Сложность Еще Увеличивала Но Нет Не Увеличивает Так А Где Там Шекели Отвалили Да Поторгуйся С ним Плэйт Нам Не Нужен Да Какая Броня Плюс Один Могла Вы Пригодиться Какая Пушка Плюс Один Блин Тут Свиток Свиток Хасты И так Был Можно Было Не Покупать Еще Свиток Воскрешения Да Только У нас Нет Никого Кто Мог Воскрешать Мне Блин Нравится Как Здесь Крафт Сделан Крафт Конечно Клевый Так Свистян Мне Нужна Либо Пушка Плюс Один Либо Броня Плюс Один Какая Нибудь Платный Доспех Плюс Один Слишком Жирно Платы Скорее Какой Нибудь Кожаный Доспех Кожаный Доспех Да 35 Такой Вот Плюс Один За Косарь Купить Плюс Один Броня Добавить В рандомных Встречах Ага И пушку Еще Для Числового Мента Он будет Делать Плюс 3 Но Кастер Левел Сложности Нет Ага Именно Так Или Дубинушку Возьмем Нашему Лидеру Фальш Он Плюс Один Может Да Не Убивать Мы И так Убиваем Надо Все Таки Доспех Купить Которые Не работают Потому что Наручи Защиты А их Можно Отдать Теперь Верховному Лидеру 21 21 20 Ну Как-то Так Там Еще Наручи Ловкости Были Кстати А ведь Хватит Еще На Пушку Плюс Один На Фальш Он Плюс Один Вроде Должно Хватить 1737 Ровно Причем Тут Не Зависит От Того Кем Я Подошел 1737 Вот Зависит От Того Кем Я Начал Торговлю Или Пофигу Если Допустим Тобой Начну Торговаться 1800 Да Если Я Переключу На Кх То Короче Нужно Начинать Торговлю Всегда Кх Так Вот Плюс Один В маске Гугно Там Все Равно У спилов Максимум Максимальный Бонус Есть Ага Зачарить 4000 Хотя Ну да Кстати Может быть Зачарить Было И подешевле Но так Он Эпично Выглядит Начну От Смотри Вообще Да Ты Прав Может Стоило И Зачаровать Надо Было Рецепт Купить Со Следующего Захода Нужно Просто Немножко Пофермить По идее Я уже могу На кислоту Зачаровать Кстати Все оружие Если 4000 Накопить То Можно Еще На кислоту Сразу Бахнуть Шестой Кастер Левел Есть Изготовление Есть Ну да Да Плюс Один Дешевле Так Ладно Сохраняемся Че там Че там Дальше Да Окошко Прикрыть Вроде Уже Не так Душно Кабана Сходить Придушить Стоп Старт Сделать Еще Где Где Мои Заряд Энергии Ну Поехали Дальше